Добрый день. Сегодня будем делать ризотто итальянское, иначе кухня соответственно будет. Из грибы типа шампиньонов это портобелло. Здесь 250 грамм портобелло, мы порезали такими кусочками. Можно порезать по-другому, как хотите, но не очень крупно, чтобы было. Нам нужно будет где-то риса, здесь 130 грамм порядка, где-то порядка 100 грамм вина белого, лук, здесь пол луковицы большой достаточно, половина луковицы, значит масло сливочное, нужен будет сыр тёртый, у нас в данном случае подану, но можно любой другой. И в конце нам нужно будет, вот уже так, порежем посыпанный сверху, это у нас петрушка. Значит начнем из того, что мы... А, да, еще нужен будет мясной бульон. Значит так, для начала мы включим огонь и растопим на не очень большом огне, чтобы не начал гореть, растопим масло. Значит растопим масло не все, растопим вот это минус, вот это потом и подавим в самый последний момент, когда уже будет практически все готово. Мы сюда положили где-то у нас грамм 40, масло, значит мы его сейчас растопим и положим туда лук. Значит рецепт это чисто итальянский, значит здесь никакого нет ни оливкового масла, ни чеснока, ничего. Хотя на счет имеется много разных мнений, как всегда, когда говорится о народных блюдах. Значит вот у нас уже масло практически растворилось. Сейчас он немножко прогреется, капельку, и мы положим туда лук. Так, ну мы добавляем туда лук. Значит весь лук. Сейчас мы его посолим и значит будем делать где-то в течение минут 50, чтобы он стал таким прозрачным. Посолим его. Перемешиваем с маслом и начнем его делать. На маленьком огне. Не то, что маленьком, но в общем не сильно. Так, ну прошло у нас где-то минут 5-7. Лук у нас в таком же состоянии. Сейчас мы сюда высыпаем все грибы. И значит мы их посолим и тоже еще минут 5-10 их будем делать. В общем-то это шампиньоны. Делаться они очень быстро, но потом, чтобы они немножко поджарились. Поджарились. Поджарились, у нас не тут степень. Потушили, да? Так, ну все, мы это оставляем. А, мы сделаем одну вещь. Как? Она не предусмотрит, но мы здесь высочем. Чуть-чуть поперчим. Перец никогда плохо не бывает. Это так наше отступление. А может и нет. Рецептов рисота в каждой итальянской деревне 4. Значит умножить на количество деревень где-то полтора миллиона. Наверняка кто-то кладет перец. Значит что, мы это будем делать, значит ждать пока не сделаться. Ну грибочки у нас 160 где-то минут 7. Значит сейчас мы сюда нальем вина. Значит наливаем где-то так 100 грамм здесь белого вина. Значит наливаем и, как всегда, начинаем выпаривать вино. Значит все выпариться оно должно достаточно сильно в данном случае. То есть практически что бы не было? Ну нет, оно должно остаться естественно. Потому что мы туда потом положим рис, но вино должно выпариться. Где-то две трети должно выпариться. Угу. Хорошо. Пока у нас тут выпаривается вино, мы поставили греться бульон. Потому что бульон нам нужен будет в общем на следующем этапе. И он должен быть горячим. То есть холодным нельзя отпользоваться. Вино, как у нас видно, уже выпарилось. В общем осталось так совсем чуть-чуть. Значит сейчас мы снова высыпаем рис. Высыпаем рис и начнем его перемешивать. Без воды, без ничего добавлять то есть не будем. Высыпаем рис и начинаем его перемешивать со всем этим. Где-то минуты две-три. Чтобы он начал уже значит делаться. Но в этом соусе. Сейчас у нас все это впитает. Значит мы чуть-чуть подождем. Минутки две. И потом начнем добавлять бульон. Значит бульон мы будем добавлять по оловникам. По чуть-чуть. Значит чтобы он закрывал скажем так рис. Но не чтобы он был очень много. То есть ровно в уровне риса. И надо все время вот помешивать. Как только значит вода, вернее бульон выкипает. Значит надо добавлять чтобы он опять закрывал рис. И так продолжать до готовности риса. Значит потом мы добавим туда масло и остальные значит ингредиенты. Сыр. Да, сыр. Да, сыр. Петрушку. И так далее. Сейчас еще что-то сделаем. Чтобы он у нас начал. Как бы делаться в этом. Он пытался верить все. Все вино. Все то что дали грибы. Все то что дал рук. Значит сейчас мы его. Прям буквально минутки еще. Уже минутку. Все время будет две. Такое ощущение что стоит все время две. А как я говорю уже минут прошло. Значит бульон у нас горячий. Значит потому почему? Потому что если мы будем подливать холодный. То мы все время будем тормозить значит приготовление риса. А надо чтобы он всегда был значит кипящим. Угу. То есть температура. Так. Ну в общем есть нормальный уже. И мы подливаем то бульону. Значит подливаем чтобы закрыть это все. Вот так вот. Полтора половника. Сначала это не важно потому что в общем то будет выкипать. Можно ли чуть побольше. Угу. И значит надо так мешать. Постоянно мешать. И добавлять туда бульону по мере его выкипания. Угу. Так. Ну рис у нас готов. Какая красота. Практически значит бульон весь выкипал. Значит теперь мы туда кидаем оставшийся кусочек масла. Угу. Грамм 15 у тебя, да? Одиннадцать. Ну 10 считай. Ну 10 считай. И будем его размять чтобы масло значит просто растаяло. Угу. И потом мы его положим в тарелки. Положим в тарелки. Посыпем сверху. Пахнет как вкусно. сыром. Падану. Угу. Можно использовать любой другой. Угу. Если итальянский то это просто отдать долг итальянцам. Ну в принципе я считаю что это. И главное чтобы он был сыр твердый. Типа пармезану, падану и так далее. Угу. В итоге как у нас по времени получилось? В итоге у нас получилось. Не знаю. Наверное. 40-45. Да. Потому что рис так как нужно все время мешать. Да. Он делается медленнее. Медленнее. В общем короче сейчас мы положим все это в тарелки. И покажем результат. Угу. Так. Ну это у нас значит результат нашей деятельности сегодняшней. То есть ризотто с шампиньоном Портабелло. Если нет шампиньонов Портабелло. Может быть просто шампиньоны либо другие грибы. Значит приятного аппетита. Всем кто это будет делать. Пока. Приятного аппетита. Пока.